Привет, бойцы! Ну что, пришло время одеваться теплее, потому что за окном наконец-то холода, снег и не только за окном. В Warface недавно пришло большое зимнее обновление, о котором сегодня и поговорим, и внутри которого вас ждут новые пушки, карты, а еще я расскажу, что нового произошло в мире киберспорта. Поехали! Декабрь на календаре и пора бы привнести немного снега и новогоднего настроения в Warface. Итак, что же мы для вас приготовили? Начнем с АН-94 Абакан. Новая штурмовая винтовка, которая может быть крайне грозным оружием. При топовых характеристиках у нее есть одна особенность. Она стреляет по два патрона. Пара в голову и фраг ваш почти на любой дистанции. ПП-1901 Витязь – новый девайс для инженера, который по характеристикам очень схож с АМ-17, но выглядит приятнее для поклонников концерна «Калашников». Их почерк узнается везде. Характеристики прекрасные, контролируемая отдача, отличный урон и темп стрельбы. Подробности про эти две пушки есть в наших дневниках разработчиков на канале. Долгожданный керамбит тоже добавлен в игру. Кажется, мне даже не нужно рассказывать о нем. Анимации, скины, необычная внешность – буквально все делает его желанным предметом в любом арсенале. Benelli M4 Custom – один из лучших дробовиков в игре прямо сейчас. Он очень схож по своим характеристикам с чапой, выступая лишь незначительно, а по механике идентичен фабарам престиж. Я бы сказал, лучшее от двух миров. Владельцы золотых версий этих девайсов получат просто шикарные ачивки при уничтожении тысячи противников. Если вам удалось опробовать хоть какую-то пушку на ПТС недавно, то обязательно напишите в комментариях о своих впечатлениях. Конечно, пушки – это только начало. У нас для вас еще много всего интересного. Например, ачивки и новые оружейные серии. Их две – серия Барс и Ледник. У первой отменная графика, в которой есть как полосы снежного Барса, так и следы от его когтей. А у серии Ледник, помимо отличного внешнего вида, есть еще и морозная анимация. Держать пушки из этой серии голыми руками настоятельно не рекомендуется. Вместе с Ледником идет множество крутых достижений, а почти любое оружие в игре можно будет украсить новогодним брелоком. Помимо оружия вас уже ждет карта Новогодний Ангар. Мы украсили уже обновленную версию, то есть это Новогодний Ангар 2.0. Карта выглядит очень свежо и по-новому. По ней разбросаны подарки, новогоднее настроение и поджидающие за углами враги. За убийство последних на этой карте вы сможете заработать множество крутых ачивок. Помимо Ангара мы обновили и Полигон, так что настоятельно рекомендуем заново изучить каждый его уголок, чтобы как следует подзарядиться новогодним настроением перед боем. И, конечно, мы подготовили несколько тематических достижений, и скоро мы обязательно расскажем, как их получить. А теперь одна из самых интересных новостей. А для тех, кто давно играет в Warface, прямо-таки камбэк. В вашей амуниции появится кастомизируемый слот, в который вы можете положить дополнительный дым. Да-да, мы возвращаем дымы. Изменились слоты свето-шумовой и дымовой гранаты. Теперь они именуются слот поддержки 1 и 2, куда вы можете положить свето-шумовую и дым или два дыма. Еще одна прекрасная новость для всех. На панели уведомлений появилась кнопка «Прочитать все уведомления». То есть вообще все одной кнопкой. Помимо этого мы обновили метрики. Тикрей теперь исчисляется не миллисекундами, а герцами, что более понятно и привычно для многих игроков. Игровой центр сам определяет, поддерживает ли ваш компьютер DirectX 11 и может менять 9 и 11 в зависимости от вашей конфигурации автоматически. Как всегда, с крупным контентом обновления мы добавили множество исправлений в механики игры, карты, девайсы и поправили баги. Надеемся, вам придется по нраву новогодний контент. Его, как видите, много, так что пишите в комментариях, что вам нравится больше всего. Короткая новость, но про важное изменение. Дело в том, что мы снизили требования к обмену свободных карт. Мы уменьшили требования к обмену в рамках всех валют. Бесплатно, за варбаксы, короны и кредиты, где мы снизили стоимость обмена. Надеемся, изменения вам понравятся и крафт оружия будет более быстрым и приятным. Отдельно хочу напомнить про конкурс трейлеров 2020. Я про него рассказывал в прошлом варблоге. Правила простые. Вы создаете трейлер игры с контентом 2020 года, а мы дарим подарки за самые крутые работы. Мы уже видим первые результаты ваших трудов и не можем не восхищаться стараниями. Если вы по каким-то причинам еще не приняли участие, то условия есть у нас на сайте. С вас крутой и короткий ролик. С нас крутые призы навсегда. Разыгрываем 100 тысяч кредитов и оружие элитной серии навсегда среди первой пятерки и поощрим дополнительные места с шестого по десятый. В новостях к киберспорту у нас матчи ProMasters, которые уже начались и продлятся до 17 декабря. На этом этапе у нас 16 команд, которые мы разделили на две группы. Первые бои уже вовсю идут на нашем официальном канале. Но если вы хотите смотреть и получать призы и подарки, то заходите на специальную промо-страницу. Ссылка будет в описании. Ну и теперь, как всегда, репосты. У вас последняя возможность, чтобы получить шанс выиграть крутые пушки навсегда и на время. Нужно перейти в наш официальный паблик ВКонтакте. Нужно быть его подписчиком. Это важно. Ссылку на конкурсную запись я оставлю в описании к видео. Вам нужно будет сделать ее репост. А среди призов у нас множество крутых пушек навсегда и на время из серии Taksin. SV-98, F-90, Chapa и другие. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какие новинки вам понравились больше всего. Не забывайте ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И делитесь им с друзьями, чтобы все были в курсе последних новостей. С вами мы увидимся на полях сражений. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok